Спонсором сегодняшнего выпуска является компания 1xbet, одна из самых надежных букмекерских компаний в СНГ. Мгновенные выплаты и высокие коэффициенты, ну а по нашему промокоду аналитика вы получите до 6500 рублей при первом депозите. 1xbet, ссылка в описании. Всем привет дорогие друзья, сегодня в нашем выпуске Ramzes, он играет на Draw Ranger, приятного вам просмотра. Дровочка в исполнении транзика, это будет интересно. А то что урса его флеймит со старта, я смотрю, что такое, что произошло, видимо мы что-то пропустили. А вот это трэш толк? Ну да-да-да, он начал что-то, ты типа агли, ужасный, это Ramzes, вот, тот ответил. Ребенок что-то там. Что-то про 4 мажера. Ну я не знаю, я полностью не читал, обратил внимание, так мельком. Ну короче какой-то хейтер пишет, что ты выглядишь на 40, хотя тебе 10. Ну бывает такое. А кто это, кто это вообще на урсе? Я пока чекну, а ты посмотришь, что там по линиям вообще. Может быть какой-то тоже известный урок. Так, у нас получается дровка стоит с Crystal Maiden на линии против Мюнера с урсой. Ну типа дровка против урсы не так плохо, потому что всегда можно его кайтить стрелами, замедлять. Плюс у тебя есть сайленс, в случае чего можно откинуть его от себя. В принципе, я думаю, что линия должна быть нормальная. Не должно быть проблем. Ты сейчас сразу заднался зачем-то, я не знаю зачем, что он хотел сделать. Просто на базу пойти? Возможно. Вообще, да, действительно дровка против урса, это очень хороший лайнап. Урса сейчас берут с первой стадии, чтобы его не забрали в дальнейшем. Ну и дрова рейнджа хорошо лайнит, просто не дает подойти. И как ты уже сказал, он просто в случае чего откидывает. Помимо этого, легкая линия сейчас, не такая уж и легкая, как мы знаем. Вот, и потенциально у дровки возможность фарма леса очень хорошая. Потенциал фарма именно в лесу. Получаешь экспириенс и потом идешь душить лесных клеток. Ну, это течис, конечно, немного странно так динай убивает. Ну, он действительно нажмает просто, чтобы расхитывать нон-стопом. Ну, это, наверное, да. Мне пик, если честно, больше нравится вот с дровкой. Тут и Клинкский есть, и Мирана есть тоже. Да, хороший пик, очень много урона по строениям. Я так понимаю, у них и линии плохо стоят. Единственное, что проблемы будут в миде, потому что Лина против бойника стоит очень даже неплохо. Но тут я вот смотрю, урсу начинает давить. Не урса, а шейкер. Хорошо Лину подблочил, может быть, тут ее еще и заберут. Да, действительно, шейкер классный сейчас помог. Вот, и по итогу они должны выигрывать, ну или хотя бы хорошо стоять все три линии. А дальше уже как пойдет. Все зависит, конечно, от рук. Мирана под дровкой, это вообще дикое оружие. Я здесь знаю, что не совсем понимаю, зачем тут сайленсер нужен был в этой игре. Что этот игрок должен поверить, делать непонятно. Уже саппорта пикаешь на ферст пика, а не на десятый. Не, ну окей. Почему сайленсер? Типа, разве он считается сильным? Сайленсер 6, достаточно, да. Он один из лучших саппортов. Он слаб на линии. Ну, опять же, смотря против каких героев. Вот. Но по игре он очень полезен. Его сейчас часто берут. Но он выглядит посолиднее саппортов по типу Сэмки. Не знаю, сейчас его просто любят. Варлока, допустим, в одной мете пикали, хотя он всегда был одним и тем же варлоком. Вот. А потом перестали же опять пикать. Мета меняется, появляются какие-то герои на инициацию. Вот по типу Шейкера, может тот же Миран и не сможет липаться. Отличная фиссура от Шейкера вовремя здесь оказался. И фраг для Рамзеса. Вот такие вот Шейкеры, которые гуляют по карте, могут быть очень опасными, да. Ну, и Шейкер сразу же тпшится на бот. Понимаю, что на боте нужна помощь. Миран немножко просела и... Больновато стоять. Я же там против двух рейнджейв Саленова. Но эта линия будет немножко похуже, чем у Рамзеса. Он не вкачан Саленс. Ему надо бы прокачать, наверное, на единицу, потому что... Ну, я думаю, что он на пятом возьмет. Вот так сложновато. Я как-то недавно в ранке я вкачал стрелы на двойку и меня зафлеймили. Вот. Дай нам ауру лучше. Ну, против форса, очевидно. Его нужно кайзить, постоянно замедлять. Ну да. Я думаю, что на пятом возьмется. Не особо ощутимо будет. Ещё раз. Угу. Так, у Урс появился ботинок. А у Урса тоже есть ботинок. Мув спит без ровного Венома 342. По Веномам... Ну, чуть-чуть больше. 328. Урс 360. Ну, всё-таки есть стрелы. Будет газ в дальнейшем. Пока что он оставляет скиллпоинт. Не стал качать ни сало, ни ауру. Слушай, а что... А, там сауринг у Т-часа. Я думаю, что-то дровки стреляет по нему, а он какой-то плотный слишком. А сам по себе герой, он армированный. То есть, если Т-часа пробивает, его пробивать нужно именно магией. Темермора это достаточно много. Ну, в начале 6, конечно, это не столь важно. То есть, он 30% урона просто блокирует. Да, всё-таки берёт газ, Северя. Аккуратно нужно быть. Так, СМК. А ещё и ЭРУ, блин. Поддержка очень хорошая от тиммейтов. Но странно было, если бы они поддерживали. Нормально. Делать упор на фарм, естественно. Это намного важнее, чем бегать за какими-то течицами. Особо ничего не получаешь. Дэмэйдж от дровки. На первых ловлах, от ауров, по-моему, 2 единицы. Что это такое вообще? Два дэмэджа. Прям очень мало. Не знаю. У вас хитить дровка и сложновато. Сейчас двух крипов пропустил. Как-то появляется в рейсбэнды. У него сейчас 3. Ну, это шок. Фок. Реально шок. Ну, сейчас, конечно, полегче будет с двумя в рейсбэндами. Ну, да. Главное, что спит получше уже, да. И дэмэджа уже побольше. Семьдесятки вполне хватает, чтобы полную цену восхитить. Вивер, кстати, в этой игре хорош очень против... Мирана вообще как герой. По игре просто бегаешь за ней, даешь на нее с вармана. Постоянно липается. Ты все равно можешь ее догнать. Ну, да. Видишь постоянно. Где она? Против вивера тут есть шейкер. Самый лучший. Ее один из лучших. Спокойно фокусирует дровка, которая вынуждает его купить там не линку, а бкб именно. Против шейкера бкб можешь один раз и не нажать. Он все по таймингу кликнет. Вот. Ну и тот же Бонни, который, может быть, копит ранее арчит в этой игре против Лины Урса. Ключится. Взорвал так, взорвал. Лина в медиа 1 на 1. Байдер. Бонника. У Лины все очень хорошо, несмотря на то, что шейкер помогал в медиа. Ну, Лина как герой посильнее. Вот это гипот. Спорь, я думаю, не стоит. Так, выход на рамзеса. Ну, блин, говоря, плохо. Плохой выход. Ну да, что-то вышел, сплы и закинул. Уж лучше б не появлялся. Не показывался. Может быть, просто чтобы дровка отошла куда-то в лес. Вообще, они втроем могут напасть, если тичер кликнет сайленс. Тут же кликнет сайленс в сайленсер. Когда сало тичер пройдет, получается, сало сайленсера, оно продлится. Тогда дровка не сможет просто откидываться гастом. Но проблема в том, что тупо-аут всегда имеется у дровки, а там нечего сбивать телепорт, и Урса пока что не дпсит настолько сильно, чтобы за три секунды героя щелкнуть. Ну, вот пул, который решил пофармить все-таки. Камбраги сайл, ну, сейчас будет стычка на топе, потому что три героя вражеских в кустах засели. Ну, стукает линию. Ну, и тут же шейкер готов. В случае чего помогать. Так что ожидаем. Сейчас будет драка. Кто начнет, тот и выиграет, наверное. Хотя не факт. Мне кажется, тут все равно шейкером. Тут мины еще, вот эти наставленные. Еще снямкой, удачно немножко поставилась. Неплохая фиссура. Выйти. Не может. Сейчас Урса. Да, там постранная текстура. Вроде бы как мог пройти, а вроде нет. Ой, ой, опасность здесь. Лина, она уже убегает. А, там вивер еще под ним был. Господи, конечно, получилось-то. Вроде хп хватало, чтобы не отъехать от первой способности Лины, но там еще вивер надамажил в инвизе. Да, это лово, у него были сокучи. Шокучи. И три Врейс Бэнда, плюс Бэндов Элганскин в дальнейшем. Футешку, очевидно, выйдет. Хорошая статальная ловкость, очевидно, для атак-спида, для той же ауры в дальнейшем. Вот. И, возможно, какой-то Драгон Лэнс будет брать в этой игре. Он очень хорош, как мне кажется, против той же Урсы, Минера, от вивера как-то отталкиваться. Либо, наоборот, инициировать у вивера. Я думаю, что возьмет себе Драгон Лэнс, потом возьмет себе уже пику. Он будет понаблюдать, где за шейкером. И интересные действия делает по карте. Ну, делает, в принципе, то, что должен делать. Хороший шейкер, у него тут 400. Поэтому... Я думаю, что... Так, здесь мышка, она еще оказывается, и Курсу забирают. Курса пятого левела был, так бы, очевидно, Сайенс. Рамзе скликнул. Но тут не было смысла кидать сало. Аэро окошко опустило, но, к сожалению, мимо. Так бы тоже вивера, скорее всего, убили бы. Вивер, конечно, сейчас статов. У него ПТ на силу. Мэджик Вент. Клюз Рейндропы есть. За полторы тысячи урона нужно влить, но благодаря Аэро мы бы, конечно, хлопнулись. Но по ним попасть очень сложно. Ну, ты что, с этим не поспоришь? Так, попытка убить шейкера, и шейкера забирают снизу. Прямо под башней. А у него, надо сказать, все плохо на шейкере. Вот как бы... Ну, за то, что по карте ходил, гулял, и у него тут проблемы и с левелом есть. То есть, ну, с деньгами тоже, конечно, имеется. Вот самое главное — это деньги. На левел сейчас он себе книжку приобрел. У него просто голый-транквилл, кларетка и 200 голды. Ну да, он бы соу ринга даже, и... Блинк уже надо как-то выфармливать. Да. Вообще, вот в пабликах вполне нормальный тайминг — это 15-16 минута. В таких таймингах с голым ботинком, не грейджиками-транквиллами можно купить на 16-100 минуте, блин. Если тебе где-то линию оставили, немножко дали покачаться. И как раз-таки здесь шикер просто понаглел и в тот мир на фарм забрал. И вот пироги. Ну и у Рамзеса здесь тоже всё не очень хорошо в этой игре. Особо не давали похормить. Для дровки, кстати, это нормальная ситуация. У него прям по экспедиции шикарно. Главное, чтобы дровка имела 6-й левел до 10-й минуты. Дальше лесоходишь, и по Нетворсу мы видим, что 4000 — это вполне себе неплохая ситуация. Это дефолт, наверное, даже сказал. А для дровки это даже хорошее можно. Рискнуть. Ляпнуть. Ну что, ну ПТ, Аквила, два в Рейсбенда, Бант на Драгонлендс. Не, у него всё хорошо. Главное больше не умирать. Сайленс. Ничего себе, как он в наглую просто бежит-то на Рамзеса. Тут Рамзес сразу понял, что что-то не ладо, а под ним опять был вивер. Он уже отакуирует вивер. Постоянно преследует. Ой, птичка прыгнул бы на лицо. Птичка. Да, на лицо клинцов. Бам-бам. Вивер просто давит. Шок. И ничего с ним не сделаешь. Да, задавили, конечно, их сильно вначале. Ну, камбэкать с дровкой легко. Тут очень многое будет зависеть, наверное, от блинка шейкера в этой игре. Ему нужно как-то его постараться где-то нафармить. Ну, за 2 минуты у него появилось 300 гелдой. Это уже неплохо. Хотя бы где-то качается. Им сейчас нужно просто распушивать линии с помощью Бонника, Мирана. Как-то быстренько фармить лейн, потом идти в лес. И потом же, когда получат хотя бы какие-то артефакты, хотя бы один на этом на Боннике, и один на этом на Миране, типа Мелл Штрома, то они уже смогут полноценно пофайтиться. Ну, и, естественно, блинк шейкера тоже даст свои коды. В этой игре есть альтернатива блинку. Это Монлайт Мираны. Могут как-то инициировать именно с Монлайтом. То есть кликнули, видели героя на линии, подошли в упор, дали их слэм. На другой линии, допустим, Патма, плюс еще один, могут кого-то тоже пробовать вывелать. То есть сейчас нужно играть от Монлайта, и как можно оттягивать как раз-таки полноценный файт, потому что они проиграли линии внезапно, когда Лина вышла на топ, на мид. А я думал, что они хорошо прям стоят. 6000 уже доминация на 13-й минуте. Ну это очень много. Ну это да, это хорошо. И у кого был 10-й пик в игре? 10-й пик был у Рамзеса. С чего мы оставили? Вот это как раз-таки минус, потому что дровку можно было бы пораньше взять, дровку можно было бы взять уже, когда ты видишь Урсу и... Куда еще был открыт? Ну Урса и Споров. Потом добрали Лину и Вивера, которые как бы, ну так, особо дровки никак не касаются. Вот и дебоставил бы мидер просто ласпик. Требы допустим, взял пиггера поздравка, которая, которая... Заш не играет сейчас на друде. Как-то он, ну, перезал, не в кайф, наверное. Вот дровка, может, сейчас очень часто появляется в играх. Не только у Рамзеса, а вообще у многих профессиональных игроков этого героя прямо у многих спамят. Хороший, просто универсальный керри. У керри сейчас такая ситуация, что ты пикаешь его либо на седьмой пик, либо на восьмой-девятый, соответственно. Вот, то есть ты не можешь взять керри, тогда, когда видишь всех врагов. Ты либо мидер оставишь в ласпик, либо выпикнете, и у врагов будет закрывающий дров, как раз-таки, в этом плане лучше всего. Ну и плюс слишком быстро пушит, хорошо камбэкает, дает буст двум другим линиям, ну и на своем лайне рейндж-герой. Хорошо себя чувствует. Ну и полезная аура тоже. Ну, конечно, да. По сути, ты ничего не делаешь, у тебя просто такая способность, которая бустит всю твою команду. Прямо этого, очень легко дровкой отпушивать линии, нажимая шауру постоянно, и, соответственно, когда нажали смок, линии будут немножко пушиться. Тоже приятно. Допустим, смотрим на Мирану, из артефактов на дэмэдж у нее только Аквилла, но у нее, тем временем, 150 дэмэджа. 150 только от того, что есть дровка в команде, аналогично и с Бонником. 50 дэмэджа для Бонника, который собирает себе Дезолятор, это очень много. Да, сам щелкать будет просто, мой ментальный герой. Помимо этого, Бонникова и Шейкер, да и даже Мирана, они под аурой ЦМК. Постоянный иммунореген. Такие две массовые ауры в игре. Ну, осталось, Ковенгуда брать. Осталось только Роша на нее отдать. Они уже отдали Роша. Ой-ой-ой, Шейкер, батич, он просто ворвался с их слэмом и убил троих героев в Рэшпите. Правда, одного героя забрали. А, ну это все, это камбэк. Офигеть, в соло. Откуда у него блин появился внезапно так? Подожди, а откуда у него реально блин, у него же что-то? Чего? Да, он, видимо, он не заметил, он, видимо, сделал какой-то фраг по карте, я его смотрю. У него еще двух, по-моему, один-четыре. Он как раз таки, на 0,4 точнее, один фраг решил. Че-то... Это сейчас было очень неожиданно. Откуда блин появился? Они вроде бы было 600 голды. Фраг. Угу. Вот так вот. Баунтируны заспаунились на 15-й. Забрали баунтосы. Ну, короче, вот ему тюделька в тюдельку хватило, надо, чтобы купить блинк на 16-й. И прыгнул просто в Рашпит, забрал трех героев, получил с этого 1000 голды, забрали еще Егис, получили голду с Рошана, и на самом деле в Соло для Шейкера. Самое интересное, что Рамзэс даже не смотрел на это. Ну, то есть он вообще не видел, что там произошло. Ну, на дровке ты хочешь смотреть на свой экран, в случае чего откинуть Сайленс и сделать тэп-аут. Небольшая фишка за дровку. Сайленс на первом левеле действует ровно 3 секунды, если против вас, допустим, тот же Урса, оттолкнули, сделали тэп-аут. Либо даже герой, если со станом какой-то, вот по типу Лин, да, обычный стан, не учитывая его. Кинули Сайленс, и тут же нажимаете тэп-аут. И, соответственно, как только проходит Сайленс, вы уже тэпаетесь. Ну да, как раз 3 секунды надо. Главное не сделать тэп на какую-нибудь ленивную, которую уже делали тэп-аут. И в итоге... Ну, обычно на басу перекают, когда тебя убивают. Вообще, я думаю, что какой-то Рубик сможет сбить. Ведь ты нажал на него сало, хотя, не знаю, это невозможно. По-моему, все-таки невозможно сбить телепорт. Рубик просто не имеет анимацию каста стала. В отличие от... Моментально, да, как стоит. Она будет попробовать, но я думаю, что и Рубик не сможет. Слишком уж. По таймингу хорошо получается. У Боника появляется дезалятор под деспактом и вместе с дровкой. У него 250 дамеджей. Со стрелами у него 300 дамеджей. С дезалятором у него ну, где-то 400 дамеджей, если учитывать минус армор. Но если просто нивелировать армор тем самым дезалятором, то попут... Неудачно сейчас стрела получилась, но... Ну, ладно. Но я так понимаю, они... Потому что Лина шла так нагло, видимо, то у них там варские с вас стоит. Судя по всему. Полина вар стоит на... Клиффе. На высокое вот это вот. На пригорке. Близу возле. Не право. Ну, не знаю, чего она хотела. Может, хотела кого-то прикопнуть. Урс тем временем появился блин достаточно уже давно и что-то как-то он ничего не делает. Зато статан что-то пофлейнил. Но Шейкер, конечно, своим врывом сейчас в корне игру изменил. Конечно. Они бы сейчас просто пошли в кефиром. Я, наверное, промотаю на этот момент в конце игры. Когда досмотрим. Посмотрим, как это произошло. С его глаз. Произошло прям в соло. А Шейкер просто ходит и навязывает постоянно драки и помогает как раз таки героям, которые могут убивать Миране и Клинксу. Они спокойно просто щелкают абсолютно любого героя. И вот как раз таки дровка, которая является неким планом Б и полноценным заходом на хэгграунд. Когда они уже соберутся, когда вот не будет пикоффов, когда просто пойдут на хэгг, она будет помогать также пушить. По талантам дровка взяла себе 5 ко всем атрибутам и 25 скорости атаки. Очевидно, герой, который постоянно бьет лес, ему атрибуты очень важны, а так спит аналогично. Дальность действия гаста. Талант на самом деле не самый плохой, но его берут очень редко. Вот именно дальность, она становится нереально огромной и против того же Урса это работает неплохо. Но единственный момент, ты можешь отбросить врага настолько далеко, что... Просто не будешь его видеть. Либо не видя, не будешь, либо не будешь доставать атаками. Такое тоже бывает. Отталкивает действительно очень далеко героя. Да, действительно, атака не будет доставать. Поэтому им нужно как-то переработать этот талант, потому что он реально какой-то недоделанный, кажется. Я вот недавно играл тоже на дровке и взял этот талант, решил потестить и понял, что это ну совсем не рабочая штука. Не, ну не согласен. Иногда он может хорошо зайти. Допустим, поймать какого-то Зевса за сало там, либо какую-то Энигму, которая до сих пор нет БКБ, либо ловиться от душа, квапу, шторма. Он в больших момент, в многих моментах не дает тебе скастовать этот сайленс, потому что если ты его скастуешь, тупо не увидишь. А вдруг вот в том-то и суть, чтобы до тебя вообще не доходили. Понимаешь, бывают такие случаи на дровке, когда ты пвпшиться вообще не можешь. Нужно просто, чтобы тебя не убивали до какой-то там 30-40 минуты. Если игра ухо будет. Ну то есть бывают моменты, я помню, вот не помню конкретно случай, когда мне помогло это, но было. 100% было, не помню. То ли я ПЛ оттолкнул очень далеко, то ли кого-то зацепил, что этот момент, ну чуть ли не выиграл игру. На этом предвзято может как-то я говорю, что у меня это случилось, а у кого-то не случится. Глобал нажали, хотят забрать Мирану, но... Ну драка не вовремя началась, а тут за шекером наблюдаю, который хочет выцепить Лину, которая нет-нет появляется в нижней части карты. Очень долго выжидает. Ну вообще он может, если заранее тотем зарядит. Он прыгнет, да, слэм сразу ударит с тотемом, потом снова нажмёт тотем, ударит, потом физуру, и... Ну в принципе герой должен умереть, сколько у Линхп. Игл Сонг приобретает себе Рамзес, и это выход в Этериал, естественно, против Урсы, чтобы как-то от него защищаться. Есть, конечно, пига, но этого недостаточно. Почему не стал собирать себе вон здесь бабочку, к примеру. Вообще хороший артефакт мантры на дробку. Очень сильно бустит тебя, по-моему, в спидо. Так, спидо плюс должен глобал скинуть, потом свой садинс дать. Но Этериал Блэйд, как мы знаем, это артефакт, который даёт самый большой прирост ловкости в доте. Вторым идёт бабочка. Но почему бабочку не хочет собирать? Потому что Вивер, который сейчас собирает себе молнии, может спокойно купить себе МКБ в этой игре и просто игрой пробивает хорошо сквозь бабочку. Помимо этого Лина, которая после БКБ, Шадо Блэйда и Ветров собирает себе либо Дейдаллс, либо МКБ на дэмэдж. Вот. Ну и как раз-таки может быть из-за этого ну ещё и как-то сказал, да, Урса. Тот же Вивер бьёт в руки. Один раз себя спрятал на жёлтый паут. Ну да. Не доставайся же дополнительная. Ну плюс у тебя есть ещё небольшая способность там кого-то подстильть. Выставить в кого-нибудь. Ну у дровки много, достаточно ловкости 200 единиц будет. В том урона нормально больше, чем 200 единиц, да. Тэрил Блэйд какой-то там дают в процентах. Магический урон в размере X2 вашего основного атрибута плюс 75. То есть 150 плюс двойной урон А нет, стоп. 35 это фиксированный. Значит, это просто двойной урон от ловкости дровки. Там будет за 400. Ну если 35, ну грубо говоря, 500. Плюс у дамеджа дровка будет наносить интериал Блэйдом. Нужно быть аккуратным. Вообще, кстати, вот сейчас задумался, у него что талантного цвета в лавале всегда берут 50% передрядки способностей и предметов. Ну да. Мало кто берет, то урон 20% от ауры. Ну что, там 20 урона незначительные. Каждому герою 20 урона. Окей, даже если 30. В уберлэйте это прям мелочи. А вот 50% перезарядки, когда у тебя аура, твоя третья, в лейте перезаряжается очень быстро. Стилинс, пика, вот тот же Этериал Блэйд, БКБ, Мант, это все очень-очень круто. Ну а в инвизи постоянно бегаешь, если лотар есть. Да, там, по-моему, реально постоянно бегаешь. Дублэйт перезаряжается 28 секунд, а 10 и 14. Там с Сильвером постоянно бегаешь. А вот, по-моему, с Дублэйтом тоже. Но там, по-моему, ты на секунду выходишь, тут же можешь нажать. Так, Юльчик внезапно появляется у того же Шекера. До свидания, Урса. Как же они разрубили Урса? Оказалось бы, герой с армором 18 единиц, но вообще не ощутили. Вивер, да. Аккин дровно есть. Пока шевать поспалил. ПКБ включает Лина и могут забрать сейчас Шекера, забирают. Бонник там настрелял очень больно по Алине. Как же ты давишь на Вивере? Ты же сейчас умереть можешь. У него. Манта есть. Жадность будет. Это Риал Блэйд? Нет? Нет, слушай. Бам. Хорошо. Добил. У Вивера были, кстати, рейндропы, но там дамеджа действительно хватило. Апмолдерамзез. Да, урамзеза 19-й сейчас ловкости уже больше, чем 200. Сейчас будет талант на 20-м на очередной прирост ловкости от 20 единиц. Да, и Терил уже на 40 будет больше дамажить с этим талантом. Ну и плюс, естественно, все бустятся по урону. Прикольная дровка получается. Уже 89 урон дает. Уже 98 дает с талантом. Каждому герою по сотке. Да. А ЦМ-ка скоро возьмет, ну как скоро, относительно скоро возьмет себя так спит на 20-м левеле и тоже будет настреливать. Подожди, а я ГД Этериала сколько будет? Вопрос такой. 10 секунд. 10 секунд. Неплохо. Под аркейн руной 15. Ой, под аркейн руной 7 где-то. Может быть, даже 6. Так, ну, продолжает. Продолжает. Подфармивать вообще, вот сейчас перевес он минимален, но очень много у Лины. Лина сейчас должна себе купить либо что-то на армор в виде кирасы или шивы. Да, она кираса себе хочет. Как же много вражеских в карте. Просто повсюду стоят. Я смотрю на эту карту все в красных вардах. Враги видят все практически. Ну, подменером легко ставить. Он заминировал определенную местность и вокруг этой местности уже ставит обсы, ставит бочки. Плюс антреки у меня футбез здесь стоят. Ну, на самом деле РМЗ с командой тоже имеют трепса, да? Ближе. Ближе. 601. Ну, лико. Все. Ну, два точно есть. Состоит их хорошо. Бам! 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 Еще и Лину сейчас подцепят. Лина, живи. Нет, Лина. Подожди, Лина вышла? Что? Ее добили все-таки. Она пыталась выжить. ГГБ пишет. Лина и еще очередной выстрел влетает. В очередной фракт. Вивер в таверне. Опять сетерил второй раз отлетает. Что, что сделал на Вивере? Как же он бездарно байбэкнулся просто на шейкера. Но осталась надежда то, что минер что-то придумает. То есть, нужно быть аккуратным в СМКе, потому что вражпите стоят мины. Очень много мин. рамзи просто начинает пушить. Я думаю, что они хотят просто затянуть два потом на хайграунд. Он так не боится против минер и здесь вардов нет. Ну, кстати, да. Это весьма странно. очень опасно пошел. Очень опасно. Что это было сейчас? На это минер может троп засол так и сразу вязать вот он и для чего и покупался собственно говоря и по-моему ребята посыпались а против дровки нельзя так умирать это может быть сейчас минус вообще вся база она давай засекать на 6 секунья не зашли на хайграунд 29 06 работа глиф считается глиф нет не считается заново азар да все пошло за сколько они снесутся в сторону когда нет лифа мало важно дроп перестала стрелять а почему в рамсес куда-то пожалов 13 секунд но что-то что перестало стрелять так бы за десяточку сломали сбок на мине заходить там будут оппоненты еще или написала гэггент но играет раз играет давайте отойдем полмаем шайн аккуратно играют там он достал летит сейчас до рамзас да очень хорош артефакт тем более на 25 блин а не летит у него рецепт на базе лежит значит не летит единственное что на рейнджах манта перезаряжается дольше на 15 секунд это очень неприятно вот конкретно для дровки хоть таланты имеется но эту вещь я узнал на самом деле не так давно играют вроде много но узнал витам месяца 3-4 назад что манта на рейнджах перезаряжается на 15 секунд дольше пока есть алина всегда узнаешь что-то новое в доте вот такая вот игра наверное поэтому ее все любят что здесь слишком много всего она не может тебе надо есть потому что ты все время что-то новое узнаешь кстати если ты берешь на 20 ловили 3 секунды безмолвия газ хорошо даже не так у тебя сайлент есть в ландовке если берешь минус 50 процентов перезарядки то соответственно газ удаунится 7 секунд ну там 6-7 13 секунд всего 6 с половиной я просто не знаю в какую сторону пойдет он просто 6 с половиной да пойдет на 6 с половиной а длительность 6 и получается полсекунды герой будет не в сайленте если возьмешь талант на 20 левеле неловкость как все берут ах в принципе логично плюс 3 секунды и в итоге будет вечная с вечной сайланс ну да это так чисто просто момент забавный велики что не стопом сало против того же шторма это в принципе неплохо но если очевидно пока башки нет лог суши так это крутая штука для стратегии которые придумывали помнишь с тем что заталкивает героя под фонтан через бейна ну это нужно получить лавала да тут тут и поздравкой даже полегче будет просто толкаешь постоянно а я не уверен там же герой может разворачиваться не ну с тем же бейном контроль с тем же бейном можно попробовать тогда да суть этой комбы как сказал серега в том что сели попробовать заслипать героя и просто во время слипа разворачивается он разворачивается ты же просто толкаешь вперед не понятно его же развернуть надо будет все равно потом в итоге лицом ты ну потому что другие герои с помощью форстафа каких-то не смогут толкать одной дровки мне кажется будет мало может быть нам будет как-нибудь протестить для зрителя надо объяснить героя в общем слипаете в один момент я думаю многие видели это может многие не видели но зрители куча и вы просто на фото натолкаете и по итогу фото на убивает а вы ему урон практически не наносите этому герою он так часто почилить давайте давайте второй тарел бладил на огромный прирост ловкости и армора 60 офигеть от рел блэйд сейчас будет дамажить 700 но это не прям чтобы много отойдется вычитываться на клубах сейчас будет 10 секунд если дровка получит 25 написали как пытаются как-то дефать что мин и ставят но нет все теперь точно встали афк побежали на базу хотелось бы посмотреть сколько бы урона вивер перемотай на шейкер а это 16 было примерно я запомнил тут уже да уже сносят я сейчас промотаю посмотрим момент который изменил эту игру прям интересно вот он шейкер идет раз 1550 он только блин да он как же он четко прыгнул туда боже а там все еще каленые были это просто момент который перевернул всю игру на самом деле это очень большое везение потому что он купил в эту секунду блин тут же все сошлось все карты сошлись да у него был хаслэм первого левела и все герои были были коцаны очень сильно и результат победы сил тьмой вот так вот меняет игру шейкер спасибо всем за просмотр пишите ваши комментарии всем пока субтитры и субтитры субтитры Продолжение следует...